Сейчас вас ожидает просто очешуительная история. С вами Мак-Черодей, Антон Чалей. Я долго думал, стоит ли мне об этом рассказывать. Но прошлое видео в таком стиле набрало много лайков, так что теперь присаживайтесь поудобнее. Утро началось очень хорошо, ничего не предвещало беды. Я собирался на выступление, которое было в 100 километрах от моего города. Ну как что, вообще 70, но мой друг приложения Навигатор решил, что 70 километров это для слабаков. И нам стоит сделать 30-километровую петельку. Так было действительно лучше, настоящий фитнес для машины. Вот представьте, скинет пару лишних литров бензина. И где-то на 60 километров нашего пути дорога стала очень ужасной. Такое ощущение, что ее бомбили в 45-м и до сих пор не починили. Выворачиваю я такой из поворота на небольшой скорости и попадаю просто в дикую яму. Самое интересное, что ямы было две. Одна для левого колеса, другая для правого. Машину начала сразу вести на обочину. Как бы показывая мне, что дальше она точно не поедет. Главное, что время до выступления оставалось довольно-таки мало. Вот вы сами можете посмотреть кусочки видео, снятые на телефон. Вот на этом видео очень хорошо видно, что колесу полная хана. А главное, яма просто огромная. Даже видео не передает того, насколько она была большая. Я не понимаю, куда смотрят дорожники. Но тут я вспомнил, что у меня есть запаска. Начинал ее менять. А самое интересное это то, что мой ключ подходит к трем болтам, а к четвертому не подходит. Потому что мой ключ слишком маленький для него. Просто безвыходная ситуация. И тут подъезжает какой-то мужик бандитской внешности. Что тут у вас? Ага, ясно. Держи ключ, откручивай быстро. Было такое ощущение, что я просто откручу колесо и он заберет себе его. Но все было совершенно не так. Он помог нам открутить колесо и поменять его. Наконец-то мы поехали. Но по непонятным причинам машину начало колбасить. Как будто это машина-тусовщик. Да, и забавный факт. Мы слегка опоздали на мероприятие. Но как оказалось, гости решили перенести отдых в ресторане на 5 часов. 5 часов, Карл! Короче, можно было не торопиться. На обратном пути мы медленно ехали, потому что машину колбасило. Едем. Такая тишина, узкая лесная дорога, рядом охотничья база. Еще и телефон разрядился, то есть мы без навигатора. Фиг знает куда ехать. И на дороге лежит чей-то кроссовок. Ну нахер. Я человек простой, прибавил скорость. Но как оказалось, по приезду колесо неплодно прилегало к диску, потому что там была прокладка от литья. Но я что, хрен знает, вытащу, потом вообще не доедем. Но слава богу, все закончилось отлично. Я надеюсь, что у меня больше не будет таких ситуаций. Будут только хорошие. А какие у вас были курьезные ситуации? Пишите в комментариях. Внимание, внимание! Много взрывов и котят для привлечения внимания. Теперь к сути. Ютуб очень часто не оповещает моих подписчиков о новом видео. Что за дела, Ютуб, а? Для решения этой проблемы вверху канала вот тут есть шестеренка. Нажми ее и поставь галочку сообщать мне обо всех новостях этого канала. Сделал четко. Теперь жди царских персональных оповещений о новых видео. Для того, чтобы у вас была такая же очешительная шестеренка, нужно подписаться на канал. Но если ты супер крутой чувачок, то можешь поставить лайк и добавиться ко мне в друзья вконтакте. Ссылка внизу. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok